друзья сегодня я выбрался на водоемчик немножечко в области города что хочу сказать будьте осторожны на дороге сейчас пока ехал целых две машины улетели в кювет и у одной из них даже не было троса то есть там есть и трактор есть и другие машины которые готовы помочь но к сожалению троса не было но вот у меня один лишний был я им его отдал нужно помогать друг другу на дорогах я сам когда-то оказался в такой же ситуации вот этот второй трос как раз таки мне подарили точно так же как я это сделал сейчас вот ловить мы сегодня здесь будем окуня предпочтительно то есть мне дали наводочку сказали в этом месте окунь хороший с ладошку хочу половить на балансиры блесны сейчас вам их чуть попозже покажу мне пришли новенькие атакары спасибо им большое за это прислали также удочку сказали точнее несколько удочек прислали одна из них сказали очень чувствительная вот собственно на нее сегодня я и буду ловить ну что приятного просмотра и да не хвоста не чешуи приходится вручную катить тележку свою потому что она здесь падает поэтому мою потихонечку вперед себя толкаем о ребята 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 горка сейчас мы попробуем прокатиться термос самое главное не туда поехали не хочет куда надо здесь такой крутой обрывчик рыбачки там уже ловят не вижу чтобы ручками махали что-то ловили нам немножко в другую сторону судя по координатам переданным секретным источником хотя туда тоже в ту сторону кто-то пошел может я просто их не вижу раз посмотрим а нет там он тоже рыбачки сидят ты тут мне что-то не нравится немножко пугает этот мокрый снег надо аккуратнее передвигаться не дай бог еще провалиться вышли тут на проторенную дорожку вот вы сами видите вода кое-где снега выступает интересно на чем здесь проезжали прям очень интересно ребят пишите ваше предположение в комментариях что здесь могло проехать вроде на машину не похоже никаких транспортных средств я не вижу отчего это колье вообще по сути очень классное место в плане что наверху там ветерок был а здесь прям тишь да гладь очень красиво мне нравится рыбачки правда ходят с места на место возможно не поклевывает у них ничего сейчас сами все проверим посмотрим своей камерой все прошел туда за угол там куча рыбаков сидит решил попробовать от под этой березкой весь вон и снега куча палок торчит так что возможно скопление окуня где-то рядом сейчас проверим погода в принципе более менее теплая поэтому я снова в своих перчатках за 14 рублей особо не заморачиваюсь на меня немножко вот это напрягает лужа конечно мокрая прям очень радует что поделать не хотелось бы конечно на 10 но будет побольше сразу посмотреть чё почему не помню говорил или нет в прошлых видео ледобор мы никогда не кидаем всегда вкручиваем но одно единственное сова такая вода будет стоять и и морозит стукнет то тогда можно и положить он пример все готовим камеру идем смотреть что здесь сразу же окунь проплывает так это хорошо что мы сразу попали на окуня сейчас пробую здесь еще одну лунку посмотрим насколько будет видно видимо ребята сегодня бесподводной съемки к сожалению будем удивлять просто хорошему лову по крайней мере постараюсь и удивить вас просто хорошим так итак ребята та удочка про который я вам говорил вот она такая вот в принципе возможно ничего особенного в ней нету на первый взгляд говорят очень чувствительно с нее мы и начнем сегодняшнюю нашу рыбалку с чего только начнем давайте начнем с небольшого балансирчик перчатки я сразу снимаю потому что обычно все время цепляюсь у меня вот такие вот балансирчик очки есть всякие разные тоже все это кара прям обеспечить меня на половину зимней рыбалки на балансиры я еще в этом году не ловил ну точнее от ловил окуня еще на балансире ни одного не поймал очень хочется ну там где я был они мелкие мелковатые были почистим сильно очищать не будем так вот я думаю будет достаточно так теперь нам нужно смотать два метра она еще раскладывается забыл про это сказать то есть она вот сантиметров где-то так 20 40 60 где-то 70 сантиметров удочка такая вот удилка глубина принципе везде примерно одинаковая поклевка прям обалденно ребят прям руку отдала так нормально я прям не ожидал сейчас мы просто наденем какого-нибудь маленького балансирчика какого-нибудь синенький балансирчик мелкий на пару грамм всего ух 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 забагрил окунька что же это первый первый окунечек блин даже на мормышку таких мелких не ловил беги дружище будем пробовать другой цвет ребят что-то видимо не нравится в этом цвете окунь так блин ну даже не знаю что что такое по большей чем тут ну а вдруг вот он не но блин ну тут капец окунь из ладошку давай давай проковыряешь себе дырку ушел ладно давай еще раз попробуем да не таких окунь ребят ждал но по крайней мере я поймал окунь на балансиры уже второго ну первый можно не считать забагрился второй честно поймался что это было что-то прям хорошее такое да что такое прям прям кусается смотрите-ка в руку чувствую да блин прям кусается так неплохо прикольно чтобы что-нибудь покрупнее было наша счастливая мормышка в очередной раз аккуратненько надеваем почему он перестал шевелиться это всегда так надеваешь мотуля надеваешь мотуля на крючок и все он перестает шевелиться в воде почему так непонятно что опять шли сожрали точно сожрали снова сожрали сейчас пройдемся надену снова мотуля пройдемся по другим лункам посмотрим может быть там нам улыбнется удача и крупно крупно что-нибудь клевое что-то клюет что-то клюет у нас но что-то очень мелкое даже не зацепляется вот он блин я ехал в такую дали ради крупного окуня давай беги съел снова свою добычу придется заново снаряжать сейчас квест ребята как же он выберется мы ему сейчас сделаем лабиринтик так вот так вот попробуем проковырять и вот тут вот выход у него будет давай 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 вот так вот давай в другую сторону да давай 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 не туда не туда давай в другую сторону давай ну 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 почти дошел до луночки давай давай дружище что-то ты совсем не туда пошел конечно еще одна лунка помогем тебе помоги давай иди в это раз хочешь в эту все правда руки я заморозил блин с этими развлечениями с хунями настоящую прямо тут даже даже не играю он опустил он кует жрать хочет даже даже не играя мормышкой просто вверх вниз вверх вниз он ее заглатывает блин при том что хорошо заглотил так что будет танец все вышел давай-давай зарывайся все нашел 1 пойдемте на другой лодки вот уже получше это уже что-то поинтересней прям значительно поинтересней ты ему губу порвал прям так нормально губу порвал ладно это возьмем пока что посмотрим что у нас выйдет дальше здесь на этой луночке хороший окунь тоже не мизерный как там еще попробуем есть уже хочу блин перекуски с утра булочками только понятно значит ему нравится вот такая вот игрушка давай так поиграем перекусил с утра говорю булочками только парочку булочек съел и все ты тоже что-то прям такое хорошее клюнуло прям даже в руку почувствовал я вот ребята я вот друзья все время оговариваюсь не кто-то мне в комментариях написал мужчина даже уже такого серьезного возраста который старше меня что я вот ребятами у вас называю ему это не нравится что его ребятами называю что он уже давно не так сказать не ребята братцы друзья товарищи но никак не ребята напишите в комментариях как бы вы хотели чтобы к вам обращались можно даже что нибудь шуточное ваше величество или что-нибудь в этом роде может быть там крупный окунь хорошо посмотрим в камеру да и я посижу чуть-чуть на попе есть блин сошел хороший был ребят прям хороший тяжеленький обидно обидно ничего сейчас оденем еще но вот эти ребята напишите в комментариях кто как одевает модели я вот черная попка у него я через нее одевают через один отсек получается у него же деление здесь через одно деление максимум 2 и все и в лунку кто как одевает пишите в комментарии очень интересно послушать как вы ловите узнать точнее как вы ловите прям клюва к какой-то начался вопрос а не съели ли они опять вот съели блин можно кратчатку не надевать на этой ломке тут видимо достаточно часто придется менять точнее не менять а надевать заново при том что вроде неплохой берет но почему-то вот то ли не засекается может мормышку попробовать побольше не знаю сейчас попробуем сейчас еще раз сожрет не засекется попробуем развернуть удочку с мормышкой побольше посмотрим что нас реагирует принципе есть чего пробовать да блин опять сожжал нет еще не сожжал но был на грани было на грани возможно там действительно большие окуни у которых очень большая пасть и очень сложно засечь маленьким крючком ну вот как так даже поклевки не было куда-то делся ладно чем надену сейчас мормышку побольше есть у меня одна на примете которую я бы хотел попробовать снова то наша флюра как она правильно называется фосфорная что ли удочка привязывать уже узлов сегодня навязал . так тут сейчас ну все кирдык мои мормышки че ребята надо хоть кофейку попить что ли такой вот термос у меня с кофеем сейчас с молочком три в одном кофе сахар молоко горяченький ой а запах какой жаль не передает камера это чудесный запах вы посмотрите прям классно я как раз уже замерз устал вот сейчас кофейку попью отдохнуть чуть-чуть ух ты как интересно там уже окунь сидит а я все жду когда он клюнет нет слушайте прикольно новая проводочка для мормышечки рабочие при том что нас короче можно здесь бассейн устраивать прямо интересно так получается смотрите качок если стучишь пальцем то не заинтересовываю так ладно кофе допиваю пойдем следующую лунку пробовать где был крупный окунь потренировались чуть-чуть да блин нет еще не съел берет сразу практически только чуть-чуть постучал есть да блин вы ребята что решили сюда перебраться на эту лунку нет не надо так делать иди отсюда видимо да видимо мелочь перебралась сюда и жрет моего модуля а при том что мормышку то крупную поставил думаю все уже рыбалка кончилась обычно них не хотит брать окунь но другие мормышки у меня почему-то сейчас ничего нормально это больше ему мотор интересен он будет сжирать гад такой ну хоть какое-то развлечение на рыбалке супер мега окуньи половить все что ли всех окуньшек выловили с этой лунки уже целых два штуки или может быть нам повезло и подошел крупный окунь еще посмотрим да как я угадал нам ребята повезло и подошел крупный окунь это уже прям даже больше того сейчас бы еще их наловить побольше и будет прям вообще огонь так была поклевка как вы считаете мотыля съели уже или нет съели мотыля уже съели есть ух ты хороший прям прям отличный пошли окунь это и заглатывает его прям так хорошо интересно так аккуратно аккуратно не сожри фосфорная мормышка спасает нашу рыбалку сегодня друзья разочек еще попробуем если не клюнет будем доставать петь все вернулся наш мелкий окунь блин ну я так не играю и обратно и обратно проскакивать все таки хороший экземпляр это даже больше даже крупнее чем тот мой окунь ну сколько тут ну окунь из ладошку вон 20 сантиметров есть но может быть 19 обманывать не буду 19 20 сантиметров интересно как я буду выезжать отсюда заехал туда там стояла него и по-моему что-то типа уфа река и я на своей киа рио хочу поменять машину блин у меня нет денег на машину на другую даже если эту продам не не хватит но что-то хорошее поэтому приходится ездить так зовите своих друзей товарищи и друзья чтобы они тоже смотрели делитесь моими роликами в социальных сетях если они вам конечно нравится если не нравится то пишите в комментариях что не нравится будем это исправлять добавлять чего-то нового чего не хватает моих роликах вот и когда канал раскрутиться ладно съел и съел бог с тобой пойду шутки ящик возьму вот возможно когда канал раскрутиться я смогу себе купить вездеход ну не вездеход конечно но 4 воды точно ездить в места куда где где рыба хороших размеров и развлекать вас еще лучшим материалом чем сейчас очень не хватает поддержки ну честно скажу как бы мало кто поддерживает спасибо андрею конечно вот он единственный ну не единственный но нормальный парень который подсказывает места куда съездить порыбачить не просто порыбачить а где есть рыба вот как вот это вот место или как ролики у меня с ротоном были с озером где много окуня и ротона вот то озеро тоже он мне подсказал спасибо ему большое за это Андрей я знаю что ты смотришь я действительно тебе очень благодарен благодаря тебе я могу делать интересное видео с рыбалки у меня очень много выездов на рыбалку получается но они далеко не всегда успешные точнее очень редко они бывают успешные да блин мелочь это в общем они очень редко бывают успешные а хотелось бы чтобы это было почаще рыбу я отпускаю как вы видите мелкую крупных беру потому что я очень люблю копченого окуня вот щучка кстати тоже вкусная я пробовал засолить щуку тоже один из подписчиков мне написал говорит а вы пробовали щуку засолить как красную рыбу я говорю нет не пробовал он говорит ну попробуйте получается очень вкусно действительно ребята я поймал щучек в каком то из видео уже не помню хороших парочку вот и я их засолил как красную рыбу и получилось прям обалденно вкусно то есть мы там ездили с ребятами в баньку я покоптил окуней а щучку засолил на прям классная получилось ну собственно вот такой вот мелочь мы сегодня видимо и будем таскать пока у нас с вами разговоры о жизни знакомстве вот наверное обо мне мало чего узнать поэтому я немножко расскажу о себе предыдущих видео я этого не делал вот зовут меня Денис как собственно можно догадаться из названия канала мне уже почти 30 лет скоро будет 8 января у меня день рождения вот у меня есть жена двое детей сын и дочь погодки вот у нас конечно есть некоторые проблемы с финансами как у всех в россии собственно почему я и решил заняться еще и каналом про рыбалку таких вот мелких окуней я таскаю я очень веселый человек и хотел бы таким оставаться но жизненные проблемы чем старше становишься тем их становится все больше и больше и больше их надо все решать 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 на самом деле я в рыбалке нашел свое удовлетворение я выехал на природу тишина спокойствие никаких проблем нету сидишь ловишь микро окушков общаешься с вами здорово же мотуля меняешь постоянно мелочь вам клюет а когда же у нас подойдет снова крупный окунь вот что интересно я вот все хочу снять видео про то как закоптить окуня не знаю может быть моменту когда выйдет это видео я уже его сниму и вы посмотрите мне дед рассказал один рецепт но точнее не рецепт а технологию приготовления окуня и вот я хочу снять и показать вам как его готовить это очень интересно там получается окунь закопченый обычно у него как сказать он вкусный но еще вкуснее будет если кое-что сделать у него кожа прям прям слезает с него то есть его чистить одно удовольствие он получается прям прям обалденный но не буду вам сейчас рассказывать я потом сниму видео наловлю сейчас окунь надеюсь конечно таких коптить не стоит вот такие вот самый раз прям самые обалденные получаются можно конечно чуть побольше прям самое то получится выключите мелкого окуня пожалуйста включите крупного ну они там по любому сейчас сидят ждут когда им что-нибудь опустят знаете что я думаю может быть попробует балансирчик ну не особо нет есть желание сейчас все это разворачивать конечно удочку она конечно развернутая там даже блесна на ней одета но мы с вами так душевно разговариваем надеюсь вам понравится мой душевный разговор видите какие поклевки здоровски прям сошел и снова съел мотыля в общем друзья я буду вам очень благодарен если вы будете меня немножко поддержите было бы очень здорово если бы это видео набрало очень много лайков ну точнее палец вверх не знаю почему их называю лайками так я и не понял от чего зависит продвижение на ютубе то есть иногда он вроде бы какое-то там ну ну честно говоря ну вот зашло у меня видео такое было которое с первого льда много людей посмотрел относительно относительно молодого канала моего то есть 17 тысяч просмотров как бы ну это прям неплохо неплохой показатель вот но можно же и больше то есть ютуб ранжирует если людям интересно смотреть видео и они его смотрят до конца то тогда он его показывает большему количеству зрителей также мне кажется что влияют также мне кажется что влияет на это и то делятся ли люди проявляют ли активность то есть пишите комментарии я очень буду рад обратному отзыву от вас делитесь друзьями видео как я уже сказал ставьте пальцы вверх ну если видео конечно понравилось если не понравилось то естественно вниз как это обычно бывает но лучше не просто написать поставить палец вниз а еще и написать что что именно не понравилось а то это немножко расстраивает конечно все говорят что не бывает так что не бывает пальцев вниз они у всех бывают но хотелось бы знать что что же все таки почему человек поставил палец вниз чтобы я больше не совершал таких ошибок или сделал что-нибудь получше окуни одолели меня уже мелкие эти где крупный интересно где же крупный окунь мелочь одна клюет смотрите вон даже даже ничего не делаю о это что-то покрупнее конечно не прям крупный все равно выкидывать уже крупнее чем предыдущие это уже радует смотрите просто опускаем на дно поднимаем и все я ничего не делаю все вообще капец окунь жрать хочет неимоверно наверно наверно очень скучно смотреть как я один за одним таскаю окунь честно даже мне уже надоело одного за одним окуня вытаскивать ну это блин надо как-то приманить крупного окуня ну снова мелочь но это уже получше на самом деле получше может быть крупный окунь подойдет рано или поздно сейчас посмотрим что здесь куча мелочи собралась и тоже придет полакомиться тем что здесь раздают там уже правда обгрызанный мотыль возможно на него не будет клевать если уже не съели достаточно много кстати поймали мы на последнем мотыли на последних двух мотыли прям один за одним вытащили окунь то блин каждый окунь приходилось менять практически сейчас прям это нормально сдаётся мне что там уже пусто давайте попробуем на опарыш а то я его с собой таскаю таскаю он весь тут шевелится такой интересный а друзья слушайте такой вопрос все таки я когда надеваю наживку неважно какую опарыш мормыш мотыль он у меня почему-то сразу перестает шевелиться может быть я что-то делаю не так напишите пожалуйста в комментариях как вы одеваете вот я сейчас вы видели как я одеваю мотыля сейчас покажу как я одеваю мормыша то есть вот тут кончик чёрный и я его прям вот через этот чёрный кончик нацепляю и он по идее должен шевелиться но по крайней мере мне дед так говорил блин не могу зацепить на камеру считайте на вытянутых руках приходится надевать его но смысл вот в чём то есть вот он вроде шевелится как-то но опущу его в воду и он шевелиться перестанет то же самое с мормышем и с мотылем вот что и с опарышем спускаешь в воду он шевелиться перестает непонятно почему сейчас мы посмотрим что нам даст опарыш все будут выяснить ух ты как вцепился то в опарыш короче едят они все на иди а я все жду крупного окуня на этой одной лунке побывал сегодня уже ну не так много где побывал как показала практика чем больше ходишь тем меньше ловишь ну периодически по крайней мере был вон в том закутке вон там вот мужик ловил прям один за одним окуня но так же сидел может быть чуть чуть покрупнее чем здесь вот ловится в основном в основной массе да что такое не хочет пока засекаться оп засекся ну вот примерно вот такие вот окуни там вот размером в том закутке ну у мужика ловились у меня то не ловились ну точнее я и не пробовал там на мормышку так блесной чуть чуть покидал и все ничего не клюнуло я ушел оттуда вернулся сюда короче клюет окунь сейчас вообще на все что ему не кинем на все клюет может быть и правда попробовать на балансир половить крупный окунь подойдет все таки на балансир так вот эту хочу желтенькую вот прям вот очень интересно правда здесь такой вряд ли она его съест ну а вдруг вот этот вот значит попробуем сейчас сейчас попробуем так я надеюсь этот эксперимент удастся сок у него сместный конечно вот такие вот будут более-менее крупненькие он удастся сто процентов судя по тому как он хочет жрать если нет если такой же мелкий как был то не судьба ух ты ить 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 ахахахахахаха промочил перчатку далее я его достал ххххххххх dagegen работают самоделки прикольно есть но блин тоже мелкий тоже мелкий нужно отпускать его где крупные то где крупные окушки да на это лунка нас сегодня прям выручает ребят 1 постучали и поперли так это весь улов мелких много было на их всех отпуска ну да я таких и выкидываю вот такие вот вот вечером подошли и ушли потом опять вот такие начали клевать он сейчас мужик подходил ловится мелочь думаю ну блин мелочная она вот такая вот как у меня вот здесь показал сейчас правда что мелочь забирает всех даже таких как это вот с ним что делать то но он сказал что он кур кормить до кошек если только так да это как бы стыдно по моему кошки показать это сугубо мое мнение друзья может быть вы считаете по-другому пишите в комментарии стоит брать такую мелкую рыбу или нет ну что друзья на этой чудесной ноте будем заканчивать сегодняшний прекрасный вечер с хорошей рыбалкой с огромным количеством рыбы пойманной и отпущенной для дальнейшего подрастания как я уже говорил в этом видео подписывайтесь ставьте лайки точнее палец вверх если понравилось видео если не понравилось значит палец вниз делитесь этим видео с друзьями я вам буду очень благодарен и по традиции не хвоста не чешуи а КОНЕЦ